Я буду говорить о ветрификации, о методе кетозата и о том, что обычно происходит между эмбриологами в кулуарах. Мы все можем прочитать доклад чисто по методике, но когда мы выходим за дверь и садимся где-нибудь с бокалом кофе или чая, эмбриологи говорят друг другу разные интересные и любопытные вещи. Я немножко сокращу доклад, потому что я не хочу, чтобы вы умерли, после меня еще, я так понимаю, несколько человек. Почему я могу, наверное, говорить что-то о методе кетозата и какой у меня опыт? Это 11 лет работы в достаточно двух больших клиниках с большим потоком. Как сказала одна моя знакомая, наверное, ты заморозила три ведра ацитов, но в принципе, может быть, так и есть. И начало работы с методикой кетозата – это, собственно, 2009 год, когда она получила повсеместное распространение в России. Я не буду повторяться и читать определение ветрификации, это никому не интересно, мы это пропустим. Перейдем к той части, которая интересна нам как работающим эмбриологам. Если до 2006 года нам нужно было 100 ацитов для получения беременности, сейчас, слава богу, с развитием методики ветрификации, в принципе, нам нужно 4-5 хороших донорских ацитов для того, чтобы наступила беременность. Но мы должны понимать, что методика ветрификации появилась к нам родом она из Японии, и она была изначально заточена на заморозку 1-2 ацитов в натуральных циклах у прекрасных японских женщин. Что мы можем сейчас сказать, что для нас важно, да, о ветрификации ацитов, о том, как она влияет на клетки. Она не влияет на частоту оплодотворения, не увеличивает процент эмбрионов с генетическими аномалиями, не влияет на метаболический профиль, не снижает потенциал имплантации бостоцист и не увеличивает число новорожденных с аномалиями. А, собственно, с определенных пор мы все знаем, что эта методика повсеместно используется и не является экспериментальной. Концентрация криопротекторов. Что для ветрификации важно, да, это баланс между тем, сколько мы добавляем криопротекторов, сколько у нас находится в среде, и насколько эти криопротекторы влияют на эмбрионы, да, потому что влияние цитотоксичности их и влияние ДМСО на метилирование, в общем, очень мало, на самом деле, информации по изучению безопасного времени инкубации и концентрации криопротекторов, насколько это влияет на клетки. Поэтому я совершенно согласна с тем, что эмбриолог, он должен получить методику замораживания из рук тьютера, хорошо обученного, и получить эту методику не просто в виде инструкции к коробочке, да, вот у нас здесь сидит очень много эмбриологов, и мы все морозим по-разному. Это так же, как мы по-разному оцениваем морфологию эмбрионов. Морозим по-разному в самых каких-то мельчайших деталях, и иногда даже не замечаем этого. Поскольку я общаюсь со многими эмбриологами, к нам приезжают на обучение, я сама куда-то езжу, и мы общаемся, то мы знаем друг о друге, кто как немножко модифицирует протокол, кто себе что позволяет, и более того, в основном у людей есть какое-то объяснение этому. Факторы, которые препятствуют сохранности, да, мы все о них знаем, это образование кристаллов льда внутри и вне клеток, перегрев клеток в момент фазового перехода, и, собственно, что нас волнует? Я слышала несколько раз выражение от эмбриологов о том, что самое важное, как клетки заморожены. То есть ветрификация – это важно, а вот размораживание уже не очень. Есть такое мнение, и я его неоднократно слышала. Очень хочется переубедить людей, и один из моментов – это лавинообразное образование кристаллов льда при температурном переходе. То есть при процессе разморозки эти кристаллы льда также образуются, и именно для этого необходимо максимально быстро повысить температуру для того, чтобы предотвратить образование этих кристаллов. Собственно, китозат – это открытая система, у нее есть свои плюсы и минусы, а нас в нашей работе абсолютно устраивает открытая система. Ее преимущество – это отсутствие препятствий для теплообмена и возможность ветрификации в малых объемах. Ну а недостатки – это возможности контаминации, которые постоянно обсуждаются, и исследований на эту тему достаточно много. Какие еще есть сложности, о чем мы разговариваем между собой в кулуарах? Это вероятность повреждения веретена деления и то, за сколько оно восстанавливается. Опять же, ацит – это большая клетка с большим объемом цитоплазмы, поэтому, к сожалению, иногда неравномерно проникают кровопротекторы, неравномерно уходит, происходит дегидратация, и имеется какой-то токсический эффект из-за этого. Дообладтворение, опять же, ациты очень чувствительны к холодовому шоку. Есть такой момент – это мнение о том, что кровоконсервация незрелых ацитов, она более сложная, и они хуже выживают. На самом деле это не так. То есть незрелые ациты выживают примерно в таком же проценте, как и зрелые после витрификации, но есть данные о том, что после размораживания, если мы морозим незрелые клетки, они хуже дозревают до стадии М2. То есть логичнее сначала получить клетки, дальше дозреть и уже морозить зрелые клетки, чем наоборот. Тогда мы получим больше результативности. Я залезла на иностранные форумы и немножко почитала. Вот это, собственно, самое интересное, когда мы между собой обсуждаем некоторые моменты. И вот момент экономии. Экономика должна быть экономной. Наше начальство всегда хочет, чтобы мы использовали как можно меньше сред. С другой стороны, производители всегда хотят продать нам побольше. Собственно, почему все эти наборы выглядят достаточно странно? Если вы пойдете в разные клиники, вы с удивлением увидите, что в разных клиниках остаются остатки разных растворов. Где-то больше одного раствора остается, где-то больше другого. Чем это обусловлено? Люди немножко по-разному работают, немножко меняют объемы жидкости. Кто-то себе позволяет изменить одни объемы, кто-то другие. Два этапа наиболее важны. Это второй этап ветрификации. То есть момент от помещения в раствор с криопротекторами до перемещения на криотоп, который не должен быть длительным. И первый этап размораживания в растворе ТС не более одной минуты. При задержке на этих этапах выживаемость снижается. Опять же, момент не складывать больше четырех ацитов. Но в принципе мы можем сложить и десять. И я уверена, что у нас большинство рукастые и сложат и десять, и двадцать. Но мы на этом потеряем время. А время сильно влияет на то, что мы в результате получим. То есть оптимально, конечно, морозить вообще один-два ацита. Но поскольку мы все в основном работаем в организациях, которые хотят получать хоть какую-то прибыль, то по одному ациту морозить у нас не получится. Опять же, иногда ацит прилипает к криотопу. И этот момент иностранные наши коллеги также обсуждают, что не надо его отдирать от криотопа. Моменты, которые обсуждаются, и где эмбриологи находят между собой консенсус, и где у них есть какие-то вопросы друг к другу. Время от пункции до криоконсервации должно укладываться в 38 часов от триггера. А здесь большинство, мне кажется, согласны. Экономия средств. То есть я знаю людей, которые уменьшают объем капель. И, в принципе, если задать вопрос производителю, мы, бустоцисты, можем морозить в меньшем объеме и делаем это. Почему мы не можем делать это с ацитами? Поэтому кто-то уменьшает объемы растворов ЕС, ВС, и получает при этом также неплохие результаты. Время в ЕС для ацитов. Если мы говорим о том, что мы морозим 1, 2, 3, 4, 5 ацитов, понятно, мы можем делать это медленно, плавно, постепенно. Но если мы работаем с большим количеством доноров, доноров, например, в один день может быть несколько человек, у нас нет времени на то, чтобы растягивать заморозку ацитов на несколько часов. Поэтому все мои коллеги, я думаю, согласятся с тем, что морозят по 8 ацитов одновременно, делая промежуток между заморозкой первой партией и второй. То есть ациты начинают замораживать и складывать на креотоп, начиная с 13-й минуты. В растворе с ЕС зачем нам раствор В0? На этот вопрос я спрашивала у производителей, почему, зачем он нужен. Мне не смогли ответить, ответ был примерно такой. Ну, даже если результаты по размораживанию получаются одинаковые, может быть, это влияет впоследствии на здоровье детей. Я улыбалась, кивала головой, мне хотелось получить именно какие-то конкретные ответы. Нет, ответа нет. И я знаю людей, которые помещают ациты сразу в ЕС, без вот этой вот ерунды с В0, и получают отличные результаты. То есть мы должны понимать, что? Когда производитель делает коммерческий набор для того, чтобы его продавать, его задача – написать инструкцию. Потому что без инструкции он набор не может продавать, не может его регистрировать. Эта инструкция, она как болванка. Но тем хорошим бриолог, что он не болван, и не должен исполнять инструкцию в точности, как он это видит. Мы модифицируем ее под себя. Если мы морозим 1-2 ациты – это одна история. Если мы морозим 40 ацитов – это совершенно другая история. Замораживание большими капиллярами. Капилляра не меньше 175. Потому что ацит нежный. Чтобы его не повредить, мы берем капилляры большего объема. Не подсушивайте ациты на креотопию. Здесь тоже такой момент. Очень сложно уловить, сколько должно оставаться жидкости. И у каждого эмбриолога есть свое по этому поводу мнение. Кто-то чуть-чуть пересушивает, кто-то оставляет слишком много жидкости. Проконтролировать этот момент тоже достаточно сложно. Ну и быстрое погружение креотопа в азот с последующими телодвижениями этим креотопом для того, чтобы пузырьки воздуха не мешали теплообмену, не мешали резкому падению температуры. Какие у нас есть критичные этапы? Температура раствора ТС при размораживании. Я сталкивалась с тем, что люди используют раствор ТС комнатной температуры. Понятно, что этим они вызывают образование кристаллов льда. И эффективность размораживания значительно снижается. Время, проведенное в ТС, оно должно быть точно не больше минуты, но и не сильно меньше. Тут у каждого эмбриолога тоже есть. В инструкции написано минута. Но мы знаем, что кто-то из эмбриологов достает ациты после размораживания сразу из ТС, как только они оторвались от креотопа и перекладывают в ТС. Кто-то оставляет и отсчитывает ровно минуту. Разница есть. Не отлипающие от креотопа ациты, их можно сдувать, можно шевелить креотоп, можно просто сидеть минуту. Опять же, мнения совершенно разные по этому вопросу. Я за то, чтобы минуту сидеть с креотопом и ждать, пока ациты спокойно отлипнут. Если уже через минуту ничего не случается, тогда можно их аккуратно подуть на них и снять. Быстрое перемещение креотопа из азота в ТС. К нам приезжали на обучение. В какой-то момент у меня вылезла седая прядь, потому что эмбриолог из азота, достав креотоп, очень долго нес его до чашечки с ТС, а потом, держа над чашкой, начал настраивать фокус. В этот момент у меня просто седая прядь появилась. Сразу я говорю, почему, зачем? Мне же надо увидеть. Я хочу видеть, как я опускаю. Я говорю, ты сначала опускай, потом уже будешь рассматривать, а не наоборот. То есть, на самом деле, это недостаток того, что люди учатся просто по инструкции или получают опыт у таких же не очень опытных людей. То есть, надо ехать куда-то, где вас возьмут за руки и научат это делать. Объем ТС. Мы все знаем, что производитель, конечно же, рекомендует использовать весь объем. Взять 3 мл. И, в общем, один набор разморозки у нас уйдет на 4 ацита, допустим. То есть, в идеале, конечно, я понимаю, что чем больше объем, тем постояннее в нем будет температура, тем лучше это будет для ацитов. Но тут вопрос, опять же, коммерческой составляющей. Согласны ли ваши работодатели нести такие безумные расходы? И нельзя ли без потери качества уменьшить этот объем? И использовать, например, половину или треть, как делают некоторые эмбриологи. Перемещение ацитов из ТС в ДС, во второй раствор. Тут вопрос про минимальный объем жидкости. На самом деле, мы очень все высоко квалифицированы и стараемся брать как можно меньше жидкости. Это не всегда хорошо. То есть, не всегда стоит бездумно следовать инструкции, которую вам написали. Потому что эта инструкция пишется иногда людьми, которые не работают в ЭКО. Иногда это просто непрактикующие эмбриологи, которые не знают некоторых нюансов. Протоколы эти, они пишут инструкции для того, чтобы продать. Наша задача – оптимизировать этот протокол под себя, под свою лабораторию. Тем более, что этот метод придуман для консервации одного-двух ацитов. В принципе, не для консервации донорских ацитов. И тут должны быть совершенно другие допуски и объемы жидкости. Хорошо политые ациты – это хорошо разморозившиеся ациты. Такое мнение тоже существует. В инструкции подробно не описано, сколько должно оставаться жидкости, например, из раствора ДС, перенесено быть в раствор ВС. То есть, подробно объемы не описаны. И у каждого эмбриолога, понятное дело, на эту тему есть свое мнение. Какие есть модификации протокола? Это уменьшение объема сред. Нет. Кто-то может позволить себе уменьшить объем ТС, кто-то ЕС, кто-то последнего раствора с кривопродекторами. Не использование раствора ВС-0. То есть, есть лаборатории, где просто коробками этот ВС-0 отправляется в помойку, либо он по своему составу равен раствору ВС для размораживания и используется эмбриологами для разморозки. Опять же, те вопросы, которые можно задать производителям. Если можно не помещать аоциты в раствор В-0 и размораживать их сразу в ЕС, зачем нам раствор В-0? Просто для того, чтобы в коробочке было какое-то красивое наполнение. Можно ли уменьшать объем сред? Вопросы про объем одеялок и покрывалок, да, и вообще про объем жидкости на креотопе, например, при замораживании. Ну и еще один момент, да, я слышала мнение о том, что при разморозке эмбриологи заранее, за 5 минут, достают чашку для культивирования. И эта чашка у них остывает до плюс-минус комнатной температуры. Объясняется это тем, что аоциты в растворе последнем для размораживания находятся при комнатной температуре. Соответственно, чтобы у них не было шока при перемещении в тепло, они помещают их в остывшую чашку. То, что там изменился уже состав сред, то, что чашка охладилась, ну, эмбриологи некоторые считают, что это не критично. Это один из тоже вариантов модификации, как люди работают по-разному. Что еще можно включить в обсуждение по ветрификации аоцитов, да, это качество тех аоцитов, которые мы морозим. Что нельзя морозить, да, что вы не сможете там продавать, например. Неправильная форма аоцитов. Но, по идее, неправильная форма никак не влияет на их выживание. Но если ты работаешь, например, с донорским банком, то ты не можешь морозить аоциты неправильной формы, потому что потом тебя спросят, зачем ты прислал мне квадратики и овальчики. Грануляция. Данных о том, что она как-то влияет, они такие расплывчатые. Но понятно, что тоже, если ты хочешь получить хороший результат, лучше не брать аоциты с грануляцией. Вакуоли. Вакуоли вообще никак не влияют на выживаемость аоцитов. Аоциты выживают прекрасно с вакуолями. Но вопрос, что это за аоциты и что потом из них получится. И опять же, продавать такое, понятно, нельзя. Видим мы эндоплазматический ретикулем. Дебрес, темная оболочка, темный аоцит, толстая оболочка. Все это утилизируется и не используется для донорского банка в норме. Каким должен быть аоцит и что влияет на размораживание? Ровная оболочка, без грануляции, без вакуоли, ровная форма, без дегенерации и без видимого ЭПР. Потому что именно это влияет на качество его размораживания. Аоциты после размораживания требуют соблюдения временных рамок. То есть они должны быть по графику оплодотворены. Что, к сожалению, не всегда понимается репродуктологами. И почему мы очень торопимся и привязаны к определенному таймингу. Аоциты требуют нежного обращения. То есть когда эмбриологи размораживают аоциты, и аоциты у них мягкие, не всегда стоит паниковать. Возможно, через пару часов он наберет тургор и будет в нормальном состоянии. Замечательный вопрос про полярное тело. Вот мы как-то с офтандилом это тоже обсуждали. Что приходят рекламации о том, что вы заморозили М1. Но ты точно знаешь, что ты не морозил М1. И у тебя двойной контроль. У тебя нет там М1. Ну, понятно, человеческий фактор, окей. Но он не может повторяться регулярно. На самом деле полярное тело очень часто деградирует. И его после размораживания, после ветрификации размораживания, его можно просто не увидеть. То есть увидеть какой-то дебри с подзоной, и его просто не видно. На самом деле некоторые эмбриологи берут эти клетки, фиктивные М1 оплодотворяют, и из них получаются нормальные эмбрионы. Вот вопрос тоже, что с этим можно сделать. Соответственно, те ошибки, которые могут быть, да, это некачественные ациты. Проблема с отбором доноров, да. Наши прекрасные доноры, которые иногда за месяц успевают сходить в две клиники и простимулироваться в двух разных местах. Именно поэтому я всеми руками за общий реестр доноров, потому что, ну, честно, уже хочется некоторых отстреливать. Потому что ты понимаешь, что она к тебе пришла уже десятый раз, а на самом деле за год она уже сходила 20 раз еще в другое место. А стимуляция, да, и качество этой стимуляции. Насколько хорошие клетки, качественные мы получим. Тайминг. Мы не должны отходить от определенных временных рамок. Ну и отбора ацитов, да. То есть если мы хотим получать хороший результат, понятно, что пациентские ациты морозятся, если они зрелые все, да. Мы за каждую клетку дрожим, боремся, все эмбриологи, да. Но с донорскими ацитами надо быть более критичными. Несоблюдение правил замораживания, то есть время, скорость, объемы. Это то, что получается только за счет тренировки и за счет того, что методику вам поставит человек, который в ней хорошо разбирается. Перемещение материала из креованной в хранилище, да. До сих пор иногда бывают истории, когда люди по воздуху переносят креотопы. Хранение и постоянство температуры. Ну, хранение нашего креоматериала – это основная наша задача, да, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. Перемещение из хранилища в креованную или в транспортный дюар, да. Если мы говорим о том, что мы перевозим, например, в драйшиперах без жидкого азота, то нельзя просто достать из драйшипера визотубу с креотопами и по воздуху перенести ее. Но мы знаем, что некоторые так делают. И потом возникают вопросы, почему что-то не размораживается. Размораживание и точность выполнения процедур – да, это температура растворов, скорость перемещения. То есть это очень такие важные моменты, из-за которых могут возникнуть проблемы. Ну и нежное обращение с ацитами, в принципе, как во время замораживания, так и во время размораживания. Все-таки клетка большая, нежная, и наша задача – быть с ними очень аккуратными. Спасибо. Вопросы, коллеги? Влияет ли повторное замораживание? Повторное замораживание ацитов. Нет, и ацита, и эмбриона. Ну, у нас, к сожалению, было пара случаев, когда приходилось размороженные ациты морозить обратно, и потом мы их размораживали. Ну, по нашим, по своим собственным ощущениям, по своему скромному опыту, ациты, если они хорошие, то они переживут вторую разморозку. Но, конечно, это влияет на качество, и это не может не влиять. Ну, то есть смешно говорить, что замороженное мясо лучше, чем свежее. Извините, что я мясо назвала. Является ли информация, полученная от пациента, морозить в соломинке один эмбрион или два, значимой потом для результативности программы? Нет, для результативности один эмбрион или два это никак не повлияет. Тут вопрос того, как это видит репродуктолог и эмбриолог. Если мы говорим об эмбрионах, если эмбрионы хорошего, отличного качества, и мы хотим получить одну беременность здоровым одним ребенком, то, конечно, стоит замораживать один эмбрион на креотопе, а не складывать два эмбриона, а потом заниматься повторным замораживанием этого эмбриона, оставшегося еще раз. Продолжение следует...